Муки снова стали яблоком раздора. На этот раз конфликт возник между самими жильцами. В нашу редакцию обратилась проживающая в 12-м комплексе Валерия Зайцева. Она считает, что ее дом незаконно перевели из-под обслуживания товариществом собственников жилья ТСЖ в муниципальную управляющую компанию МУК Центральной. Но вот старший по дому 12-30 говорит об обратном. Подробности прямо сейчас. Дом 12-30, корпус 5, некогда обслуживал ТСЖ «Союз». Все было на высоком уровне, говорит Валерия Зайцева. Но почему-то дом взяли и передали МУКу. 30 ноября, как говорится, ничего не предвещало беды. Просто одномоментно повесили объявление, что проходят заочные голосования в доме. Раздали бюллетени и потом также успешно их собрали. То есть на сегодняшний момент жители вообще не могут вспомнить, за что они ставили подписи. Первые проблемы начали появляться уже через месяц, вспоминает женщина. В январе у нас, получается, дом потребил 324 куба горячей воды. Холодной было 229. По ведомости, которые оплачивают они в генерирующую компанию, это показатели на 100 кубов и более ниже. То есть январь, февраль – это та же самая ситуация. По завышению начислений жильцам она написала заявление в прокуратуру, которая перенаправила жалобу в госжилинспекцию, а те Ренату Абдулину. А руководителю исполкома, по сути, и подчиняются все МУКИ. Это замкнутый круг, считает Челнинка. А ее иск в суд о признании перевода дом в МУК «Автозаводский» был вовсе отклонен. Просто нет оснований, уверен и директор самой муниципальной компании и старший по дому. Многоквартирный дом 1230-5, это инициативная группа, обратилась к управляющим муниципальной компанией, с тем, что у них вынесено решение о переходе на обслуживание муниципальной компании «Центральной». Собирали деньги не только на лампочки, но и на двери, на ремонт, на ремонт теплового узла. Мы проголосовали 99,9% все за переход в МУК «Центральную». Также старший по дому пояснил, что отказ от услуг товарищества в пользу МУК – это следствие целого ряда накопившихся претензий к ТСЖ «Союз». Появились люди сомнительные, типа Зайцевой, которые пытались представлять ТСЖ и начались поборы денежные. В частности, на тепловой узел было собрано 85 тысяч наличных денег. Хотя за обслуживание теплового узла, за ремонт, за эксплуатацию мы исправно платили по тарифам деньги. Они выселили дворников, сделали там евроремонт, поставили там ванну и использовали ее в арендную задачу. Без согласия собственнику жилья. Вы знаете, в каждом доме есть разные мнения, есть разные люди, что-то устраивает, что-то не устраивает. Конечно, мы это принимаем как положительно. Почему? Каждое, то, что тут вопрос поднимается, это дает нам тоже обратить на это более серьезное внимание. И, конечно, мы настроены, чтобы эти вопросы решать. Благо, у муниципальной компании наконец появился сайт. Да и в целом говорят, что к диалогу с жильцами открыты. У нас сейчас нет проблем со специалистами. В любое время мы можем позвонить и вызвать сантехника. Если мы раньше обращались в ТСЖ, проблема течки, нам говорили, поставьте ведро, тазик, а днем придет специалист. Сейчас есть диспетерская служба, которая централизованно обслуживает нас. Тем не менее, вокруг муков, созданных в городе как альтернатива частникам для повышения общего уровня конкуренции, конфликты не утихают. Несмотря на это, порой со скрипом, со скандалами, но при постоянной поддержке исполкома, муниципальные управляющие компании продолжают забирать под свое крыло все больше домов. Ландыш Капранов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.